Надо умудриться. Два часа ночи где-то в хор. Населенный пункт в хор. Едем в гостиницу, потому что все занято везде. Хоровский край. Хор. Полвторого ночи. Прикинь, переезд. Ни одной машины на улицу нет, люди не ходят. Зато переезд уже 15 минут гримчит. Друзья, дорогие, всех приветствую вас на своем канале. Благодарность огромная каждому, кто смотрит, реагирует. Вот мы сейчас, я уже сейчас вступление записываю, как бы сидя в этой машине, но пришлось записать вступление. Что происходит? Какое-то время назад, кто знает, я выиграл фита себе в семью, потому что пасу надо продавать. Вот мы решили взять фита. Кузов ГЕ-6 11-го года. Вот я его выиграл сам на аукционе. Мы возим машину с аукциона, кто еще не знает. Можем вам привезти в любую точку России без проблем. Все ясно, понятно, прозрачно. Платежи сами делать. Комиссия, в принципе, небольшая по России. Вот так вот. Фит пришел этот в июле. Стоял, потому что были дорогие билеты. Мы решили с женой совместить поездку вместе. И вот билеты были дорогие. По 40 тысяч мы брать не стали. Пришлось все это отложить на месяц, на август. И вот 20 августа, собственно говоря, мы с женой полетели во Владивосток за этим фитом. Что вы можете увидеть, что я попытался осветить в данном ролике. Ответы на самые распространенные вопросы. Можно ли снять жилье на трассе в августе и во Владивостоке? Какая погода во Владивостоке? Сколько стоит жилье, если оно есть? Есть ли бензин на трассе? Ремонты и так далее и тому подобное. Строго не судите. Еще раз говорю, это просто мой хобби-канал. Я занимаюсь и для вас что-то снимаю. И для себя в том числе. Поэтому что снял, то снял. Где-то видео может быть будет некачественный, звук и так далее. Но еще раз говорю, строго не судите, прокомментируйте, поставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал, где вы можете получать информацию о ценах, о всяких там комиссиях, о таможенных платежах на японские автомобили. Все, друзья. Найти вы меня можете по ссылкам, которые будут под данным видео. Закреплены в описании. Все, друзья. Погнали смотреть. Не переключаемся. Обязательно подписываемся. У нас на машине вот такая наклеечка появилась. Так что, если встретите, знайте, что это мы. Такая информация здесь. Обращайтесь. Прямое включение из Владивостока. Зомби-апокалипсис. Людей нету. Мы будем вдвоем с женой. Историю сейчас расскажу. Стоянка луговая 50, строение 5. Написано круглосуточно. Не верьте. С 8 часов утра работает. Машину раньше восьми не заберете. На своей шкуре, так сказать, испытано. Приехали в 6 за машиной забирать. И написано ценник за стоянку 100 рублей. Вообще 200. И машину раньше восьми не заберете. Имейте в виду, оба-на. Видите, зомби-апокалипсис. Людей нету. Время сейчас покажу, сколько. Время сейчас местного. 7 утра. Вот сейчас ждем. Макдак откроется. Восемь на стоянку. Я же говорю, зомби-апокалипсис. Людей нету. Машин нету. 7 утра. Рабочий день. Нам нужен вон там. Макдак. Или вкусная точка, как его называть. На разные телефоны снимаю, поэтому качество разное. Там красиво. Там не очень. Ладно, пойдем, поедем. Пойдем будить осторожно, если он там есть. Улитка. Улитка. Не прошло и полгода. Вот такие тачки стоят здесь. Может быть, где-то наш Фрид здесь стоит. Кстати, мы возим машину с Японии. Хорошо, обращайтесь. Целая эпопея. Я прошу, чтобы речь не было. Забыла, что на Синьке. Вот он стоит. Синька. На. Так, ключ там дай. Мой автомобиль. Надо будет масло посмотреть. На Кунжу выводит. Колесики. Ой. Короче, можно решить, чтобы это. Чтобы приехать утром. Но надо как-то там через офис. Короче, я на него наехал немного. Он говорит, что я не знал. Меня не предупредили. Короче, такая бандистика. Куврик имеется. Ладно, сейчас масло посмотрим. Ну вот. 78 тысяч пробег. Болты. На фарах. Рыжие. Здесь нормально. Все там. Болты нормальные. Но это, я думаю, поменяем их. Капот, естественно, не крученный. Подкапотка вообще красивая. Я не знаю, в России есть такие машины, нет? Одиннадцатый год. Тут они сериально здесь номер пива. Мы сейчас закроем. Тоже болт крылья не крученые. Это, кажется, какая-то она. Бензин есть, надо. Вот это надо, кстати, оттирать тормозухой. Едем по Владивостоку. Поменяли магнитофон. Поставили. 10 дюймов. С тачкой все в порядке. Руль, походу, от солнца сгорел. Выгорел. Съедем в гостиницу. Надо помыть машину, где-то стояло месяц 35 дней. За стоянку заплатил 7000 рублей. Через 300 метров не подвижение. Второй съезд. Есть дороги, смытые во Владике. Прям есть. Доброе утро, народ. Все, что все было записано, по той или иной причине удалилось. В основном из-за звука. Вот наш фит стоит. Там особо мы вчера ничего не записывали. Вчера погода была еще хуже вот этой. Вот. Вы, скорее всего, видео смотрите со стоянки, когда мы его все-таки забрали. Вчера еще здесь, можно сказать, по машине. Ну вот, в принципе, такой салончик. Поставил музыку. Регистратор вон там стоит, флешка, рамка. Все вместе обошлось на 11 тысяч за аппаратуру и полторашку за работу. Все работает, все хорошо. 10 дюймов патефон, что касаемо того, что мы сделали вчера. Вот. Резина здесь, я не помню, говорил, нет. Где стоит 21-го года. 18-я неделя, 21-го. Вот. Можете посмотреть. 18-21. По салону. Такой, в принципе, не ушатанный. Чистить надо, чехлы стояли здесь. Ну вот. Прокругу все родное. Все, я имею в виду, стекла. Подкапутку покажу. Сегодня будет у нас первый мастер-класс. По поводу... Сейчас покажу. Сейчас все покажу. По поводу оплетки. Купил. Короче, не знаю. Смысла вообще нету. Нож, во-первых, дорогой они не продали. Дешевого, говорит, нету. В общем, ситуация какая. На, масло надо выкинуть. Он заблокированный штатный. Подходил человек ко мне на Китай-городе. Говорит, давай обклею за 2000. Морду обклеив всю за 2000 с материалами. Я говорю, да, не ладно, не надо. Пошел у них, купил там в Китай-городе обклейку. Вот. Поролон, скотч, скрепки и ножик. Все вместе обошлось, знаешь, сколько? Правильно, 1100. Ну, потому что ножик, я думаю, здесь сам стоит не 20 рублей. Ну, короче, такие моменты. Поэтому не знаю, что я тут выиграл, проиграл. Ну, больше, наверное, мне дали опыту надо. Вот еще. Здесь все по красоте. Испортили они кузов. Вот с этими, короче, у них здесь стояли полосочки. Вот такие вот полоски были. И они вот здесь терли и натерли. Но это мы корректором сначала обработаем, потом корректором проделать. А так, в принципе, нету замечаний по машине. Не знаю, давай заведем. Посмотрим. Вчера вечером ездили, короче, на заправку. Заправили бензон на полторашку. Руль, я думаю, все-таки из-за солнца у нее такой. Ну, ничего, руль мы сделаем или поменяем. Это не проблема. Это еще раз к тому, что с Японии новые машины не приходят. По крайней мере, в таких годах. 78 пробега. Вот, вчера вечером съездили на заправку. Заправили полный бак. И уже в заправке ехали. Короче, задергалась тачка. Я думал, бензон, что ли. Чек загорелся. Не успел я почитать ночой. Но, в общем, это... Потом приехали, заглушили, завели. Все нормально работает. Что это было, не знаю. Очень интересно, на самом деле. Ну, вроде все работает. Вот такая музыка. Все дорожает. Дорожает. Ладно, на этом будем закругляться. Следующая, наверное, будет обклейка у нас. Хотели по Владику погулять. Дожди жесткие вообще просто. Туманы и дожди. Сразу отвечу на вопрос, где жили. Странник. Небу, Т-63, по-моему, адрес. Там кафе китайское есть. Можно поесть на Косарь, можно. Ну, там чуть больше. Вон там тачка беспробеговая, хоть стоит. Номер на двоих стоит. По променам. Ну, поехали мы. Вот это еще поедем. Где-нибудь. Вот это клей. Клей от этих штук. Мы здесь. С одной стороны только интересно. Лак. Заюзанными тями. Мы как спионы бродим здесь. Машину видели. Вон там куча. Что это СВХ? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь этажей. А там вообще разгрузка в полный рост. Сарестуют носки. Никак туда подойти-то. Никак. Там кофемашина. Нет, а вдруг у меня телефон упадет. Да это все все видели. Вот вам. Ближе. Ближе. Может чья-то из вас там машина стоит. Ваша. Пахнет рыбой. Или морем, не знаю. А рыбой. Это маяк. Идем. Машина сломалась. Кто-то думает, японские машины не ломаются. Которые приезжают. Такое. Ломаются еще как. Короче, то ли вода попала в катушку, то ли что. Или свечка. Цилиндр один плохо работает. На станции бросили, пошли пугать. Ну, мы в смысле сюда ехали. По дороге просто на сервис. Там бросились. Куда-то все приехали. Сейчас разберут, там катушку снимут, посмотрят. Свечки или катушки. А точнее, одна, четвертая. Самое главное. Стоят корабли. Реетели, как называется. Неуданное, как можно интересно жить. Выходишь, прикинь, утром, особенно вот белый край. На балкон. Это летом прикольно, а зимой. И зимой непрекольный ветер, весь жесткий. Ай, ну пошли, да майка-то найдем. Друзья, значит, у нас какие новости? Мы, в общем, вот уже поехали на Хабаровск. Какое у нас недоразумение было. Вчера, короче, заправились. Мы вечером на ННК залили на второй бензин. До этого машина ехала вообще изумительно. На ННК заправились. Она, короче, задергалась. Чек загорелся. Выкинула ошибку на четвертый цилиндр. Сегодня на сервис заехал. Они, короче, посмотрели. Свечки посмотрели. Говорят, свечки нормальные. Катушки местами переставили. Вроде поехала, поддергиваются. Но едет, как бы. Чек ничего не забирается. Вот мы уже проехали, сколько? 60, по-моему, или 70 километров от Владивостока. Вот. Ну сейчас что? Ну там бенза практически полный бак. Сейчас, думаю, на Роснефти заправить какой-нибудь. Там 98-95, не знаю. В общем, что-то октан побольше хотя бы разбодяжить. И надо будет за Уссу риском обклеиться. Выехали вообще неожиданно, не планировали. А там что, во Владике нечего ловить? Объявили экстренное предупреждение. Вот. Сейчас Уссу риском встанем где-нибудь там. Туда-сюда. И оплеемся там. Порядок в машине наведем. И уже попрем. Вот так. Что, они все нормально? Надо умудриться. Два часа ночи где-то в хор. Населенный пункт в хор. Едем в гостиницу. Потому что все занято везде. Коваровский край. Хор. Полвторого ночи. Прикинь. Переезд. Ни одной машины на улицу нет. Люди не ходят. Зато переезд уже 15 минут бренчит. Ну. А пусти проедем. Нет. Пусти вот. Как так? Умудриться надо было. Непонятно вообще. Бронируйте железо ранее. Иначе будете так же бродить. Или в машине ночевать. Едет. Пусти. Еле едет. Опять мы на чудо переезде. Какая-то ветка, походу, идет. ЖД. Активная. Выезжаем скоро. Время что-то. Не знаю сколько. 9-43. 10 часов. Ну прикольно. За 2000 номер. Только единственное, что далековато. Ну как далеко. Короче, 5 километров от трассы Хабаровска. Тут он. Водиодсток. В принципе, за неимением можно проехать. 5 километров. Вот такая дорога, плитая. Мне администраторша говорит. Это классная дорога. В нем, говорит, оценить. Город, говорит, на болоте стоит по этому плиту. Ну да, может быть. Едем. И он сразу перестанет быть тем, кем он был. Все, поехали. Вот такой у нас перегон. Дождь идет, короче. Прям нормально всю дорогу шпарит. ННК за, короче, как называется там, за Биробиджаном. Кафешка, это где сидит Медведица. Вообще печальное заведение, на самом деле. Очень долго, кучу времени потеряли. Час, наверное. Пока заказ приняли, пока приготовили. Сесть негде, сжать нечего. Ну, короче, что попало. Вообще не рекомендую. Весь перегон, вот такая погода. Вот у них все долго, прикинь. Я не знаю, что такое. Вот на заправке. Я уже заправился. Кофе, два стакана. Уже стоим 15 минут просто. Что там на заправке на это происходит? И вот у них вообще, они вообще никуда не торопятся. Везде. На заправке, в кафе. Всюду. Во Владивостоке, короче, когда с машиной разбирался. Не помню, говорил, нет. Этот, короче, на сервис заехал. Мне этот, говорит, СТОшник. Ну, походу, короче, свечи у тебя надо менять. Ну, говорит, только это. Китай, говорит, не бери, бери. Типа, Оригу. Ну, типа, не Орига, хотя бы там, НЖК или кто там. Ну, вот, говорит, типа, рядом здесь гиперавто есть. Короче, я позвонил в гиперавто. Две с половиной тысячи, одна свеча. Я к ним подхожу, я говорю, ты чё, прикалываешься, я не буду менять. Ну, тем более, ясности нету полностью, что это свечи. Чё к чему-то, нам просто так, я десятку выкидываю эти свечи. Откуда не, по-любому надо менять. Вот, да хорош ты чё. Ириньевой свечки. Вон жила под дождём идёт. Такие дела. Стандартная процедура для всех автомобилистов. Москва-Владивосток стояла. Без этого никак. Ну, по крайней мере, когда вы едете первый или второй раз. Вот я обычно проезжаю, но сегодня день особенный. Надо сфотаться. Фит, в принципе, нормальный, грязненький только стал. Тут хоть дождь закончился. Короче, купил обклейку, а еду не обклеенный. Вот такая тема. Ну, ничего, пока вроде целый. Нормально. Посмотрим, что дальше будет. Идём. Фотку-фотку. Бензинчик льётся. 58, 91, 95. Это вот за Новобурейском сразу. Кафе-гостиница. Каменка, 95. Вот такие ценники на бензин, друзья. Здесь мы сегодня ночевали. Сейчас маслица посмотрим. А вон озеро. В летнем зомике. Или как это называется-то? Ну, короче, когда на озеро приезжаешь, с ним и ждут. Здесь тоже люди, ну чего она. Ничего. Полторы тысячи. Три семёрки. Ой, грязное всё, конечно. Обклейка есть, но не обклеена. Прикольный вариант. Сейчас скажу я вам. Всё, ухожу ли. Масло грязное, но есть. Ну-ка грязное. Приедем, поменяем. Как говорится. Сейчас позаводимся. Идём, умываем. Такие у него часики. Всё прошло. Ничего, всё это есть. Катушка эта, ну что там было, не знаю. Всё едет нормально. По километрам, значит. Вчера, не вчера, позавчера. Ну, в общем, когда мы с Владико выехали. Когда мы с Владико выехали. Мы проехали до этого хора. 700 километров. Короче, не доехали. 50 до Хабаровска. Вот. Вчера мы проехали. Мы сейчас в Магдагаче, по-моему, находимся. Короче, это кафе Три Семёрки. Кто понял, кто понял. В общем, за два дня мы проехали 1830. Вот. За вчера мы проехали, получается, 1130. Ну, при том, что мы выехали возголково 11-го. Светило. Схора. Вот. Особо нигде не останавливались. Вот. Сегодня какой план у нас? Есть желание уехать за Читу. Вот. Но непонятно. Вот. Всё это время, сколько мы ехали, ремонт не было. Ну, то есть, как была там раскопана дорога, только перез Хабаровского. И ещё, ну, в общем, таких прям глобальных не было. Вот. Перед Читой ремонты могут быть. Поэтому хотелось бы уже поехать. Сейчас у меня супруга с душа выйдет. Вот в этом домике там душ есть. 150 р. И туалет по 30. Всё за наличку. Пойдём съедим завтрак и попрём. Ну, конечно, если бы ремонтов не было, было бы супер. За Читу уехать было бы нормально. Завтра днём. Вон УД. И, в принципе, о, уготовчик. Ну, такие у него. Всё. Идём завтракать, наверное. Не знаю, или может там поедим подальше. Ують. Последняя заправка ННК. Она, получается, до Ерофея-Палыча, не доезжая, 60 километров вроде, с левой стороны. То есть, вы когда оттуда идёте, со стороны, допустим, она что там, из Ковродино. Вот, до Ерофея там 118, показывает вроде. Вот через 60 будет вот эта заправка ННК последняя. Потом будет заправка на Ерофей-Палыч, дорогая. И уже потом в Тайге там тоже будет это. Тихо-недорогие. Вот ценники. 95-й уже 60. Ну, 92-й, 56. И так далее. Соляра уже 72 практически. Видно, да? Какие-то работники ходят, траву, то есть. Фриды едут с семьями. И мы тут такие. Вот такие дела. Телин. История какая. Вот всю дорогу мы едем, вот так вот. Дождь идёт. Короче, экстремальный перегон получается. Но до сбеги мы уже доехали. Сейчас маленько тут по делам сходили. И следующая станция у нас будет, это будет Шилка. Почему Шилка? Потому что там заправка будет рост. Точнее как. Первая, короче, нормальная заправка после... Нормальная в плане цены бензина. После ННК, вот, которую я заправлялся перед Ерофей Павловичем. Бензин у нас ещё на 200 километров. Ну, на 150, я думаю, ещё придёт всё равно где-то маленько там заправиться. Поэтому всё равно едем до Шилки, до Роснефти. Там заправляемся. Возможно, чайку берём и едем до 4. Всё, поехали. Здесь сегодня спали мы за неимением. Вот где кровать. Посуды нет почему-то, чайник есть, микроволновка, холодильник. Это мы в улётах. Не в транситете, я чуть подальше, внутри. За двушку. Ну, короче, по косарю кровать. Какая-то лучшимость вообще здесь просто. Как будто мы сел в одну комнату. Ну, я имею в виду, в соседнюю. Ну, вот, в принципе, ну. С учетом того, что на рынке ничего нет, я имею в виду, жиле пойдёт. Две тысячи мы отдали, но к нам никого не подселяли. Что ещё? Это в районе автозала. Походу, местного здесь или что? У Летовского. Номер пять. Такие домики. Даже копыли живут. Мы, в общем, уже перед Улан-Удэ. Нам осталось сколько-то там, не помню километров. Меньше сотки, короче. Вот, и адекватные цены на бензин начались. 95, 56, 80. 92, что-то 52, что ли, с чем-то. Опа. 1600. Смотри себе. Никогда столько не вывозило. Влезло, вот, чудеса меня. 1647, 29 лет. Покажу вам последний раз. Больше не буду показывать. Смотровая площадка перед Улан-Удэ. 35 километров, вроде, не доезжая. Там еще выше есть. Пойдем еще выше. Там кресло стоит. Беленькие. Туриста. Русская туриста. Привет. Что, нормально здесь? Да. Только мусора много. Ну, хоть убирается, все ладно. Красотища. Рассказываю, как попасть сюда. Заказывайте у нас машину. Едете во Владивосток. Своим ходом возвращаетесь. И смотрите. На все вот это. Красотища. Можно туда сходить. На камушке. Но там особо делать ничего. Там они по кругу ходят. Можно, да? Не знаю. Мы в том году не пошли. Там Оланды. Там Оланды. Где же это находится? Вот. Едете оттуда. Со стороны Владивостока. Вот туда вниз. В сторону Оланды. Вид вот такой. С дороги. Все вон тормозят. Просто пофотоваться. Посмотреть красоту. Вон. Фит. Мой не белый. Мой синий. Перекупа перегона. Вот так это выглядит снаружи. Смотрим. Покупаем машину через нас. Заказываем с аукционом. Мы вам покупаем. Вы приезжаете. Машину забираете. И едете. С женой. Не знаю. С кем. С ребенком. О! Нифига. Он сейчас дал бы в жопу. Мы погнали дальше. И все как обычно. Это невозможно мимо проехать. Купил Култук. Кафе. По-моему, кстати, он в 8 минут был. Да, мы ночевали внизу. С людям. Посмотрим, кто же знает. Или нет. По-моему, да. Но в 8 минуте ничего не написано. Красная пища. Беседки есть. Пляшка назад. Перекус у нас был где? В Паладе. Тут, кстати, гостиница есть почасовая. Выключи, выключи. Музыку поставить. Давай сюда нажмите. Есть гостиница здесь почасовая. Короче, тема какая. Допустим, на 10 часов вам надо. Вы платите за час. Ну, там, сколько-то час стоит. Умножают на сумму. Часа. И все. И вы платите за это. Сейчас первый раз заправился. Вообще, первый раз увидел эту заправку. Короче, самостоятельно она. Ну, типа, как, людей там нет. 57 рублей 95 бензина. Проблема была в том, что поехал я. Вот сюда на Роснефть заехал. Там все расковырено. Я себе, он чудит. Разные, да? У нас стрелка. Я не знаю, что там. Короче, там все расковырено. Бензина нету. Ничего не работает на Роснефте. Это у Петра, где Роснефть. Кто понял, тот понял. Вот пришлось на этом заправиться. Ну, я на Косарик залил. Там, за Каннском, надеюсь, заправимся, если доедем. Потому что неизведанно. На приборке 4100 практически. 486. Все, мчим. Фит-то прям полетел на этом бензине. Прям летит. Все, даже можно ногу с педали газа убирать. Всем хали-гали. Доброе утро. Так, мы за сегодня проехали... Не за сегодня, точнее, за вчера. В общем, общий пробег. 4400 плюс 500. 4900. Мы ночевали вон там, чуть-чуть назад. Есть гостиница Хазар. В одном из видео мы там заморозили машину. Напишите в комментариях, что это была за машина. Ну, тот, кто смотрит, конечно. Тот, кто следит за нашим YouTube-каналом. Как мы ездим с Владивостока. И там не только, да. Какая машина замерзла. Вот, в этой гостинице двух людей. Я пишу, прошу, не писать. Ну, там, они оба знают, кто это. Собственно говоря, это работник или хозяин там был. Хазара, забыл, как зовут его. И хозяин той машины, которая замерзла. В комментариях черканите. Вот, ну, а мы погнали до дома. У нас 900 км. Все, едем. Ну, что ж. Все. Дома. Могда целенькая. Стекла не разбиты. Без трещин, без сколов, без ничего. Помыть, конечно, надо бы, но пока времени нет. Вот, все, уже все вещи вытащили из машины. Остались только колпаки у нас. Следующее видео запилим на лайтовом канале по обзору. Вообще, соответствует аукционник или нет. Кстати, по поводу руля. На аукционнике были отмечены, да, что руль потертый. Ну, как-то, короче, так. В принципе, к машине вопросов нету. Пробег соответствует. Сейчас давайте мы подведем некоторые итоги. По поводу поездки. Сейчас я сяду, машина грязная, мыть надо все. Вот. Ну, вот такую музыку можно позвать. Ну, как, в смысле, не такую. Если вы хотите поменять там мультимедиа, да, в Володивостоке проблем нету. Поставить там китайский мотафон. Хотите такое, хотите меньше, хотите больше там. И так далее. Вот мне еще регистратор поставили. Ну, я об этом говорю уже. То есть, все это можно сделать. Можете мне позвонить или там написать. Я вам все скажу, как бы, где, что и как можно сделать. В принципе, за какие деньги. Подведем итоги. Что могу сказать? Погода в Володивостоке разочаровала, честно говоря. Потому что хотелось бы солнышко и так далее, да. Вот. Но, в общем, уехали раньше мы из Володивостока. Хотели там побродить и так далее. Но погоды не было. Плюс, что машина начала что-то... Короче, вести себя неадекватно пришлось. Как бы все вместе уехать раньше. Так, подведем итоги. Сегодня у нас 28 августа, получается, 24-го года. Из дома мы выехали 20 августа. Вылетели на самолете 21-м. Мы были во Владивостоке. Жилье во Владивостоке мы сняли без проблем. 3000 рублей номер. 3300. Вот. Если нужны контакты, да. Проблем нету. Да, может быть, не Приморья. Согласен. Но, в принципе, жить можно было. Вот. Машину забрали тоже. Там есть некоторые моменты с площадкой. Оказывается, надо было просто через руководство связаться. Сообщить, что мы раньше приедем. И машину бы нам отдали хоть в 3 часа ночи. Что еще хотелось бы добавить? Жилье по дороге. В принципе, реально снять, но очень проблематично. Особенно это до Читы. Ну, наверное, да. До Читы. Вот. Потому что после Читы там уже и как-то, ну, скажем так, побольше уже инфраструктура, да. Как бы и в самой Чите можно снять. Плюс там Якуты отсекаются. Они уходят туда за Сковородино направо, на Якутию. И как бы все, их нету, да. Вот. Что еще по поводу заправок. Слышал мнение, там один чувак ехал сам с Питера, машину угнал с Владивостока. Да вы что, говорит, заправок на тысячу километров нету. Да есть заправки. Просто их меньше, чем везде. Бензин качество хуже. Это да. Кстати, по поводу бензина. Расход у Фита составил 5, короче, 19,3 километра на литре. То есть 5 литров расход на 100 километров. По поводу расхода. Бензин, цены на бензин разные совершенно. Там до Иркутского, образно говоря, да, там. Я считал бензин по 60 рублей. То есть вот можете, мы проехали 5 900, ну 5 800. Ну, короче, будет пускать 6 тысяч. 6 тысяч вам надо вот умножить, да, как бы, посчитать, сколько я потратил на бензин. Ну вот, ну я считаю, все просто. На каждую сотку уходит 300 рублей, на каждые 100 километров 300 рублей. Этих соток мы проехали 60. 60 на 300, получается 18 тысяч ушло на бензин. Жилье в среднем уходило у нас по 2 тысячи за номер. Ну вот сколько там, 5 ночей, да, 10 тысяч наживил. Все остальное, а, билеты мы брали. Почему все, собственно, так долго? Потому что в Фитаму я купил еще, по-моему, он пришел... 20 июля, почему я понимаю, ничего не помню, руль, не руль, да. Вот, потом все это время он стоял на стоянке, потому что билеты были очень дорогие. 40, там, 50 тысяч и так далее. А мы ее резали вдвоем с женой. Поэтому мы купили билеты попозже на месяц, по 20 тысяч. Итого у нас на перелет ушло 40, плюс там такси, туда-сюда. Проживание десятка, ну, даже не десятка, 12. Это что, 13. Это 53, считаем, плюс такси, там, туда-сюда, 55. Плюс мафон поставил, туда-сюда уже, вот, 70, да, там, образно говоря. И что еще там? Эстрад. Ну и бензин, вот, пускай 20-ка. Там кофе-мофе. Короче, сотка. Ну, вот, с женой съездить. Ну, время провели вместе. Посмотрели, на Байкале побыли. Ночевали, получается, мы, ну, я говорил в видео, на Байкале ночевали. Перед Хабаровском ночевали. Перед Красноярском ночевали. В принципе, жилье есть. Что еще хотелось бы забавить? Если нужна машина, звоните, пишите. Все расскажу, покажу. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там тоже есть информация. Что еще не сказал? Цены по машине. В Владивосток он приехал. Это ФИЦ, 11-го года. За, короче, если бы с нашей комиссией, за 650 тысяч. 79 пробега. Аукционник показывал. 3,5 балла. Пэшки там, ну, я думаю, полировка. Там такого прям нет. А так, и все равно краски. Такие у него. Все, друзья, всех обнял. Вот такая была поездка у нас в Владивосток. Не знаю, интересно, неинтересно. Просто уже, знаете, как бы, хотелось что-то во Владике показать. Ну, короче, как-то это. Погоды не было, да, особо уже повторяться не хочется. Надо что-то, короче, творческие, как-то называется. Идеи, короче, нужно. Напишите, кому что может быть. Осветить, показать, рассказать. По поводу ремонтов. Ремонта есть, но не много. У нас на машине вот такая накличка появилась. Так что, если встретите, знайте, что это мы. Такая информация здесь. Обращайтесь. Такая информация здесь. Продолжение следует...